В эфире программа «Есть вопрос». Меня зовут Павел Зорин. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях депутат Госдумы Анатолий Литовченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня с вами поговорим о благосостоянии жителей Челябинской области и об одном, если быть точнее, об одном очень важном факторе этого понятия благосостояния – это газификация. То есть, ни для кого не секрет, я думаю, что когда газ проводят в тот или иной населенный пункт, вообще в квартиру, в дом, неважно, абсолютно, резко меняется качество жизни. Вот хотелось бы узнать на сегодняшний день вообще проблема газификации, насколько решена в Челябинской области и насколько решается и какими темпами. Вы абсолютно правы, потому что приход природного газа в квартиру меняет отношение вообще даже к жизни. И в то же время стоимость жилья возрастает и тепло в квартире. Поэтому это один из первостепенных вопросов, который волнует не только жителей сел, но и жителей городов. И вот по тому округу, где я избран депутатом Государственной Думы, очень много вопросов возникло. Это из Октябрьского района, отдаленный наш район. Это из ближайшего к Челябинску и Еткульского района. Это из города Южноуральска, казалось бы, город, вопросы такие задаются. Это и из Коркинского района. Мне просто, знаете, я был удивлен, когда приехал на станцию Дубровка. Все село вышло и говорит, вот сделали проектную документацию за свои деньги, а газа нет. Когда будет этот вопрос решен? То есть острота проблемы сегодня очень большая. И, конечно, эту проблему необходимо решать в наше время, когда у нас много и достаточно природного газа. Мы должны все сделать, чтобы в каждом доме, в каждой квартире был газ. Давайте раз уже затронули Дубровку там и сейчас вопрос, на каком этапе? Вообще, в целом, я вам хочу сказать, что за последние годы ситуация резко изменилась в положительную сторону. Я многие годы работал главой муниципального образования и знаю, как решать эту проблему. И хочу сказать, что по тем населенным пунктам, которые я сейчас называл, на сегодня практически вопросы решены. Вот сегодня я буду инспектировать станцию Дубровка, потому что губернатором выделены средства, Борисом Дубровским. И в этом году уже сделана половина того объема, который необходимо выполнить. Я хочу сказать, что сразу же после окончания выборной кампании я пришел к Борису Александровичу и именно заострил внимание на те проблемы газификации, какие есть в районах и какие есть в округе. И сегодня, вот прошло два года, сегодня могу спокойно приезжать в Южноуральский городской округ и говорить, Борис Александрович, вопросы по Южноуральскому округу решил. Решены вопросы по Емманжелинскому муниципальному району. Решены вопросы по ряду сел Еткульского района. И причина этому понимания губернатором проблемы газификации. Приведу лишь один пример. За последние годы в четыре раза выросло количество средств, выделяемых на газификацию в Челябинской области. Если раньше мы получали порядка 200 миллионов, в последние годы не менее 800 миллионов рублей. Поэтому я очень рад, что наш губернатор понимает эту проблему и в городах и населенных пунктах она решается. Анатолий Григорьевич, это все-таки была ваша инициатива заострить внимание на газификации, либо это все-таки были наказы избирателей? Это были, в первую очередь, наказы избирателей. Это были встречи с населением. Я когда приехал в Литягино, жители небольшого поселка, где живет 200 человек, они говорили, да не будет у нас никогда газа. Но вот вы передайте власти, что мы такие же люди, как живут в соседнем городе Южноуральске, где 40 тысяч населения. Это, конечно, были наказы избирателей. И очень отрадно, что у нас в области вопрос решается независимо от того, сколько проживает жителей на улице, в поселке или в городе. То есть все должны жить в нормальных условиях. Ну и вот хотелось бы узнать с экономической точки зрения, что дает газификация. То есть наверняка мы уже сказали и обозначили это понятно априори, что меняется уровень жизни людей. Но с экономической точки зрения меняется ли что-то в районе, в муниципалитете, когда появляется газ? С экономической точки зрения муниципалитет экономит средства. Я знаю те годы, когда все котельные работали на жидком топливе и на угле. С переводом на газ в два раза мы сэкономили бюджетные средства. Это первое. Во-вторых, экономится средство того жителя, который перевез отопление на природный газ. Или он покупал уголь, или это было электроотопление, или сегодня природный газ. Если говорить не только о комфорте проживания, но и говорить об экономике. Это миллионы сэкономленных средств для муниципальных бюджетов. А Челябинская область на сегодняшний день на федеральном уровне какое место занимает? И все-таки хотелось бы узнать о темпах или хотя бы в Уральском федеральном округе. Вы знаете, меня этот вопрос тоже интересовал, потому что я всегда искал место района, в котором работал, допустим, в области. А когда уже стал сейчас депутатом Государственной думы, мне было интересно, а как же вопрос в стране решается и на каком месте наша Челябинская область. И хочу сказать, что наша Челябинская область сегодня в Уральском федеральном округе занимает первое место по газификации. То есть уровень газификации превышает 70%. Это уровень, который выше в целом по стране. И первое место в Уральском федеральном округе. И я думаю, что это в первую очередь благодаря тому, что в последние годы около 4 миллиардов рублей вложено в нашей области в газификацию. Правильно я понимаю, что сегодня 70%, но конечная цель все-таки 100%. Вы знаете, такими темпами, которые сегодня задал наш губернатор Борис Александрович Дубровский, я думаю, что можно на руке по пальцам сосчитать те года, когда мы завершим в области газификацию. Есть, конечно, такие районы, как Октябрьский, где она только начинается, но это связано с тем, что туда поздно пришел газ. А есть районы, где и большинство, и города, где уже 100% газификация. Поэтому я уверен, что в ближайшие годы при таких темпах наша область будет 100% газифицирована. В Увельском районе очень высокий показатель газификации. И причем он один из самых первых в нашем регионе. Хотелось бы узнать, как сейчас там обстоят дела. И чувствуется ли уже действительно этот экономический эффект, не только экономический, но вообще. Ну, в Увельском районе, наверное, там уже нет населенных пунктов, где нет газа. Может быть, там, где живет человек 30, один остался населенный пункт. Можно сказать, 100% газификация. Я вам хочу сказать, что причина района, где один отстает, где один опережает, в первую очередь кроется в руководстве муниципалитета. Если руководство муниципалитета думает на 2 года вперед, на 3, на 5, на 10, то там всегда вовремя готовится проектная документация. Там ведется разговор с населением. Население принимает участие в изготовлении проектной документации. А их, к сожалению, населенные пункты, где приезжаешь, просят газ, а ничего не сделано для того, чтобы он там был. Просят жителей, вы имеете в виду? Да, жители просят, спрашивают, есть документация, нет, а будет, не знаем. Я считаю, что, и мы эту работу ведем сегодня, что главное, это вовремя подготовлена проектная смертная документация. Потому что по тем темпам, которые сегодня набрала наша область, все проектные документации будут реализованы. Поэтому в Увельском районе она готовилась чуть раньше, и на годы вперед, в других районах она сейчас готовится. Поэтому вопрос находится в такой серьезной стадии решения. Вот вы сказали, опять же, вернемся к Дубровке. Там жители сами подготовили проектно-сметную документацию. То есть это идет параллельно с властями муниципалитета? Либо все-таки это в каком-то сотрудничестве? Знаете, я очень серьезно критикую власть Коркинского муниципалитета, потому что так с людьми работать нельзя. И в моей практике такого не было. Когда я приехал, и весь поселок или станция людей вышли, озлобленные, они за свои деньги потратили на изготовление документации, а им из года в год власть обещала, муниципальная власть, обещала, что мы вам газифицируем. Вот только после того, как я увидел эту проблему, обратился к губернатору, Борис Александрович выделил средства, и сегодня мы поедем туда смотреть, что сделано. Но я хочу и другое сказать. Есть такие случаи, касается того же Коркинского района, когда были выделены деньги и не вовремя освоены. Поэтому, к сожалению, у нас имеет место и такое. В том числе по станции Дубровка. Поэтому нельзя так с людьми. Если ты взял у человека средства, будь добр, уважаемые глава, депутаты, собрания, будь добр, не обманывай людей. Вот по станции Дубровки, к сожалению, был обман местных властей. Сегодня эту проблему губернатор нашей области исправил. Средства выделены. И я думаю, что в ближайшее время мы можем с вами вместе поехать, когда уже будем зажигать факел и будет газ. Ну и примерное предположение, все-таки, в каком году 100% Челябинская область будет пользоваться газом? Вы знаете, этот вопрос, наверное, в первую очередь к правительству Челябинской области, к депутатам законодательного собрания. Но по тем темпам, которые за последние 4 года область набрала в газификации, я считаю, что в ближайшие 4 года практически достаточно, чтобы за 90% ушла газификация. А каким образом жители могут помочь ускорить этот процесс? Что сейчас нужно делать тем, у кого нет газа? Кому нужно обращаться? Нужно обратиться к руководителю муниципального образования. Нужно самим принять участие в проектировании. Единственное, что мы не должны перенагрузку на изготовление проектной документации полностью положить на плечи жителей. Они не потянут. Но доля небольшая должна быть. Они должны быть сами. Инициатива должна быть. К сожалению, бывают и такие случаи, когда газ приходит в населенный пункт, а подключаются 20-30%. Вот когда сами средства вложат, тогда и 90-100% подключение. Поэтому нужна инициатива людей. И нужно, чтобы муниципалитеты понимали эту проблему и совместно решали. А это у нас в области 99% имеет место и решается. Таких дубровок, я думаю, можно по пальцам пересчитать. И там сегодня ситуация исправлена. Но по какому принципу тогда областные власти выбирают, в каком муниципалитете куда провести газ и очередность вот эту? Принцип справедливости, в первую очередь, присутствует. То есть есть суммы проектных документаций, есть количество жителей проживающих. Поэтому, в первую очередь, это делается так, чтобы не получилось в один район все деньги, а в другой район не все. По количеству жителей, в первую очередь, проживающих в районе, выделяются средства. Вот так. Ну что ж, спасибо вам большое. Будем надеяться, что действительно уже в ближайшее время 100% жителей Челябинской области будут иметь у себя дома газ. И эта, скажем, полная газификация достигнет нас уже в самое-самое ближайшее время. Напомню, сегодня у нас в гостях был депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко. Спасибо, что заглянули к нам. Спасибо за приглашение. Это была программа «Есть вопрос». Меня зовут Павел Зорин. До встречи в эфире.